Видео будет с телефона, поэтому не ругайте. Новый год, взял флошку домой помонтировать, поэтому в камере флошки, к сожалению, нет. Будет запись на телефон, поэтому на звук прошу не ругаться, но это достаточно важный ролик. У нас есть подопытный, можно его не называть, это может быть абсолютно любой телефон, но сполерну. Так очень часто ведут себя не только известные бренды, но и какие-то телефоны, например, для рынка Китая. Сяомишки для рынка Китая, например, так же себя ведут. В чем прикол? У них стоит код блокировки, он перезагружается, залипает, косяк какой-то, еще что-то, какая-то перезагрузка. После перезагрузки он начинает просить пароль от телефона, графический ключ, и его не принимает. То есть мы полностью уверены, что мы поставили самый верный, ну, свой единственный пароль, вводим самый верный пароль. И никогда его не меняли при таких условиях даже. И все равно он его не принимает. Что можно сделать? У нас сейчас телефон на девятом андроиде, поэтому эта инструкция подойдет. Но я думаю, что с андроида седьмого или восемь один эта инструкция уже должна работать. Что-то у меня после праздников руки трясутся. В чем фишка? Он не принимает пароль по каким-то своим внутренним сбоям. Разбираться, почему именно так все происходит, не делая этого ролика, нам нужны последствия. Мы получаем блокированный телефон, точно знаем от него пароль, точно знаем какой-то пин-код, графический ключ, еще что-то. Но не подходит. Что мы делаем? Мы первым делом смиряемся с полной потерей данных. Естественно, в 2020 году нужно знать об экапах, об облаках. И поэтому все ваши контакты, фотки и все остальное должно быть где-то в облаке. На крайняк вы можете снимать резервную копию, которая также точно фирменной утилитой может подкрепляться паролем, который вы будете знать. Итак, мы смирились с потерей данных, что мы делаем? Как на примере даже этого телефона. Мы вводим пароль, он говорит неверный, мы его перезагружаем, попадаем в рекавери. Об этом в полисте полезное, есть масса роликов, но обычно плюсы питания. Включаем, попадаем в рекавери, делаем вайп дата фактори резет, выбираем да. Более подробно в полисте полезное, ссылка есть в описании. Затем, когда мы сделали сброс настроек, смирились с потерей данных, то есть сброс настроек все убирает, удаляет. Мы перезагружаем телефон и при первом включении он говорит, что была предпринята несанкционированная попытка завладения телефоном, сбросом. Необходимо подтвердить вашу личность. На этом этапе это называется ФРП-блокировка, ну кто давно на канале знает. И вам необходимо ввести учетную запись Google, демейловскую почту, которую вы вводили при активации плеймаркета. Также точно не забываем, что он может после сброса попросить фирменный аккаунт. Ну у нас Samsung, блин, спалил телефон, не хотел, ну не важно, может быть на любом телефоне. Фирменный аккаунт. И в этом фирменном аккаунте он тоже может попросить логин и пароль, даже иногда для восстановления смс-телефона, если подключена двухэтапная аутентификация. Но мы остановимся на том этапе, когда он у нас попросит наш пин-код. Мы вводим наш пин-код, в обычном режиме он его не принимал, говорил неверный пин-код, мы сделали сброс настроек. Он говорит, введите старый пароль, я ввожу старый пароль, он подходит, пропускает дальше. Никаких разблокировок ФРП не пришлось проводить, он просто принял старый пароль. Но я своими собственными глазами видел, как он его не принимает. Этот же самый пароль я ввел потом, после хард-резета. О чем это может говорить? Это может говорить о каком-то сбое ПО, сбое патча безопасности, но, как правило, это виноват сторонний софт. Сторонний софт вызвал экстренную перезагрузку телефона, после экстренной перезагрузки он может спросить этот самый пароль. Если был какой-то сбой, то, к сожалению, он пароль не принял, как было в моей ситуации. Но после сброса, после сброса из рекавери, мы имеем доступ ввести старый пароль и его вводим. У меня такой вариант прошел. Если вы точно уверены, что вы знаете свой пароль, но он его не принимает, это для вас единственный метод. Минусом этого метода я считаю, что удалятся ваши данные. Но у меня не было никаких других вариантов, потому что мне нужно было быстро. Еще вариант накидываю. Если вдруг вы все-таки решили, что вы знаете свой пароль и не хотите терять данные, вы можете попробовать его обновить. Обновить с компьютера, вы берете программу Smart Switch, она может предложить обновление. Если нет, то на канале, у меня есть пол-лист, называется «Любая прошивка». Там есть прошивка любого Samsung, по примеру, например, какой-нибудь Samsung J6, я это вам показывал. Прошиваете его Одином, но прошиваете без потери данных. Выбираете в CSS файле, выбираете Home CSS файл. Заговариваете, простите. Выбираете, он не удаляет данные, он просто ставит последнее обновление, после этого тоже он может принять пароль. Но это не точно, это надо пробовать. Такие варианты я вам накидал, вы должны попробовать. Но здесь с потерей данных были согласны, поэтому все оказалось гораздо проще. Это может произойти на абсолютно любом телефоне. Не важен производитель, не важна его поддержка, важен сам косяк в прошивке. Это может быть в том числе из-за каких-то сторонних приложений. То есть в телефоне может стоять 150 программ, кто-то где-то занял какую-то службу, ее не отпустил, телефон экстренно перезагрузился и больше не может разблокироваться. Такое бывает на Xiaomi вообще за здрасте не принимать графический ключ на Redmi 3S, 4, 4, те, которые в основном для китайского рынка. Наши RST, которые в наших магазинах мне пока не встречались. Был какой-то Meizu тоже, 5S, по-моему, или MX5. У него он тоже не принимал пароль, поэтому от бренда это сильно не зависит. Если вы знаете свой пароль, для вас вот несколько вариантов я накидал. А если вы говорите о том, что он типа просит пароль, не дает перезагрузиться, минус питание. На 7-10 секунд зажимаете, и он перезагрузится. Это тоже важен совет, а то никто не может перезагрузиться. Кстати, перезагрузитесь, попробуйте ввести пароль, а то может правда он его примет. Но у меня такой вариант не прошел. Это был способ разблокировать свой телефон, не связываясь с ФРП-блокировкой, если вы точно знаете свой пароль, но он почему-то его не принимает. Не забывайте, что у нас на канале есть целый полист полезный. Там собраны самые интересные, важные, полезные с моего канала. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!